МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Лилия Анн. Эфир 41-го телеканала продолжит информационная программа о Воронеже события-факты. Смотрите сегодня в выпуске. В правительстве Воронежской области предложили подключить к опросам жителей общественную палату. Сергей Петрин рассказал о фейковом аккаунте, рассылающем сообщения от его имени. Аграрии Воронежской области получат финансовую поддержку от правительства России. В Воронеже приступили к капитальному ремонту памятника славы. К новостям региона мы вернемся после обзора событий в стране и мире. Аргентина. Федеральная полиция Аргентины вступила в столкновение с пенсионерами, протестующими возле Конгресса в Буэнос-Айресе в связи с вета президента Хавьера Милея на повышение пенсии на фоне 240-процентной инфляции в стране. По сообщениям, десятки людей получили ранения, в том числе конгресс-вумен Ваннина Бьязи, которая осудила действия полиции. Митинг состоялся после того, как Милей решил наложить вето на предложенное повышение пенсии на 8,1%. Несмотря на первоначальное одобрение Конгресса, который не дотянул до большинства в две трети голосов, необходимого для отмены вето президента, Милей утверждает, что повышение пенсии является фискально безответственным и нанесет ущерб бюджету страны. Однако его решение вызвало общенациональные протесты, поскольку оно было принято вскоре, после того, как он увеличил бюджет государственной разведки на 102 миллиона долларов, то есть на 700%. Буркина Фасон. Спортсмен шейх Ахмед Аль-Хасан Санум, известный также как Железный Биби, в четверг в Агадугу получил героический прием после установления нового мирового рекорда. Спортсмен позировал со своим трофеем на встрече с министром связи и культуры Буркина Фасо Жаном Эммануэлем Уэдра Ога и министром спорта Роланом Сандой. Уроженец Буркина Фасо Биби установил новый рекорд на финале мирового тура 2024 года Джанс Лайф в Бирмингеме. Он поднял бревно весом 231 килограмм, превзойдя мировой рекорд, который он установил годом ранее, подняв 230 килограмм. Экваториальная Гвинея. Военный учебный корабль Балтийского флота ВМФ России «Смольный» прибыл в порт Малаба в экваториальной Гвинеи в четверг. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, «Смольный» совершает дальнее плавание в целях проведения практики курсантов военно-морских учебных заведений ведомства. С 27 июля экипаж корабля посетил Кубу, Венесуэлу, ЮАР, Намибию и Анголу. В пресс-службе добавили, что в дальнем плавании принимают участие более 300 учащихся вузов и выполняют учебную программу по связи и кораблевождению. Япония. Десятки энтузиастов-технологов представили своих роботов для ликвидации последствий стихийных бедствий на выставке Japan Robot Week 2024 в Токио в среду. Мероприятие представляет собой выставку сервисных роботов, которые ежегодно чередуются с международной выставкой роботов и собирают энтузиастов техники со всего мира. Исуки Миямоте, менеджер отдела продаж, напомнил, что Япония – страна, подверженная землетрясениям и тайфуном, добавив, что их робот может проезжать по заблокированным дорогам, делать фотографии и делать невидимое видимым, составляя трехмерную карту местности. Студент Такума Хасигава, специализирующийся на робототехнике, объяснил, что поскольку в Японии катастрофы случаются очень часто, они создали робота, который может разбирать завалы и спасать людей на расстоянии от 20 до 100 метров от мест бедствия. Юки Накамура, менеджер по машиностроению, сказал, что особенность их робота в том, что он будет работать под высоким давлением воды в радиационной зоне или зоне с высоким риском взрыва. На долю Японии приходится 18% всех землетрясений в мире, что делает ее одной из самых сейсмоопасных стран. Каждый год в стране происходит около полутора тысяч землетрясений, большинство из которых слишком малы, чтобы их можно было почувствовать. КНДР «Пхеньян» провел успешное испытание тактической баллистической ракеты со сверхкрупной боеголовкой весом 4,5 тонны и усовершенствованной стратегической крылатой ракеты сообщили в Центральном телеграфном агентстве Кореи в среду. Суть испытательного запуска заключалась в подтверждении точности попадания ракеты со сверхкрупной боеголовкой в цель на расстоянии до 320 километров. Также был проведен испытательный пуск стратегической крылатой ракеты с повышенными характеристиками, пригодные для боевого применения, заявили в пресс-службе. По сообщению ведомства, лидер страны Ким Чен Ын присутствовал на мероприятии и удовлетворен результатами испытаний. Кроме того, политик ознакомился с различными видами стрелкового оружия. Китай. Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линдзянь на пресс-конференции в Пекине в четверг осудил США за сохранение развертывания ракетной системы на Филиппинах. Пресс-секретарь также призвал, как он выразился, соответствующую страну как можно скорее исправить допущенное нарушение, прекратить подстрекательство к военной конфронтации, быстро вывести ракетную систему, как было публично обещано, и не идти дальше по неверному пути. Эти замечания прозвучали после того, как США заявили, что оставят свою систему «Тифон» на Филиппинах, несмотря на продолжающиеся территориальные споры Манилы с Пекином в Южно-Китайском море. Сообщается, что эта ракетная система оснащена крылатыми ракетами и способна поражать китайские цели. Напряженность в отношениях между Пекином и Манилой в Южно-Китайском море продолжает нарастать. Китай утверждает, что контролирует большую часть Южно-Китайского моря, в то время как страны Юго-Восточной Азии, включая Филиппины, также претендуют на часть акватории. Кроме того, Линн раскритиковал заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла за заявление о том, что вызовы США со стороны Китая превосходят вызовы времен Холодной войны. Пресс-секретарь добавил, что это заявление является серьезной ошибкой в оценке Китая и его отношении с США, заявив, что оно не служит фундаментальным интересам двух народов и не отвечает широким устремлениям международного сообщества. Между тем, Китай выразила беспокойность ростом напряженности на Ближнем Востоке после того, как во вторник и в среду в Ливане в результате взрыва устройств связи погибли 20 человек и сотни получили ранения. Пресс-секретарь далее отметил, что прекращение оккупации в Газии это не выбор, а обязанность, добавив, что реализация решения о двух государствах является единственным жизнеспособным способом решения вопроса о Палестине. Во время пресс-конференции Линь также подтвердил факт смерти японского школьника в Шэньчжэне от ножевого ранения, полученного от местного жителя. Он сообщил, что Китай займется похоронными делами его семьи и окажет необходимую помощь. Расследование причин инцидента продолжается. Пакистан заинтересован в развитии соседских связей с Российской Федерацией, заявил президент страны Асиф Али Азардари на встрече с вице-премьером России Алексеем Аверчуком в Исламабаде в пятницу. Аверчук подчеркнул, что политики рассмотрели множество тем, касающихся отношений Москвы и Исламабада. Зампред правительства России прибыл в столицу республики в среду. В программу «Встреч политика» включены также беседы с первым заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Пакистана Исхак Камдаром и премьер-министром Шахбазом Шарифом. Иран. Президент Ирана Масуд Пизишкян во время 38-й конференции «Исламского единства» в четверг в Тегеране заявил, что единство и сплоченность среди мусульман могут увеличить силу. Он обвинил немусульман в стремлении спровоцировать раскол. Тема конференции «Исламское сотрудничество для достижения общих ценностей» с акцентом на палестинском вопросе. В конференции приняли участие 2,5 тысячи гражданских и военных деятелей из разных стран. Конференция «Исламского единства» в Тегеране – ежегодное международное мероприятие, организуемое всемирным форумом близости исламских школ мысли во время празднования дня рождения пророка Мухаммеда. Израиль. Начальник генерального штаба Цахала Херце Халеви обсудил северное командование страны с членами форума генерального штаба, а также планы наступательных операций и обороны. Он заявил о решимости создать условия безопасности, которые позволят вернуть жителей в свои дома. Халеви подчеркнул, что двумя главными целями в Газе являются ликвидация Хамаса и возвращение заложников. Это произошло после того, как Хизбалла обвинила Израиль в организации массовых взрывов беспроводных устройств по всему Ливану во вторник и среду. На момент публикации Израиль никак не прокомментировал эти обвинения. Однако в Министерстве иностранных дел страны заявили, что правительство Ливана несет ответственность за каждую ракету и беспилотник, запущенный с его территории. В среду министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что центр тяжести войны перемещается на север к новой фазе. Сахал заявил, что перебросил одно из своих подразделений, а именно 98-ю дивизию из сектора Газа к границе с Ливаном. Ливан. Столбы дыма поднялись над ливанскими городами в четверг после сообщения армии обороны Израиля об атаке по объектам Хизбаллы. В пресс-службе добавили, что Хизбалла на протяжении десятилетий вооружала дома мирных жителей, рыло под ними туннели и использовала гражданских в качестве живого щита, превратив Южный Ливан в зону боевых действий. Генеральный секретарь Хизбаллы Хасан Насрула в обращении к населению Ливана назвал действия Израиля военным преступлением, масштабным терактом и геноцидом, ведущим к объявлению войны. Накануне 17 и 18 сентября в Ливане прогремела серия взрывов электронных устройств. По данным исполняющего обязанности министра здравоохранения страны Ферраса Обьяда, в результате детонации 25 человек погибли и 608 пострадали. Амер Табиш, технический эксперт, объяснил, как произошла детонация. Он рассказал, что при поступлении определенного сообщения операционная система Пейджера определяет его как сигнал к началу теста устройства и проверяет батарею. В этом процессе энергия быстро забирается из литиевой батареи, перегревая ее. По словам эксперта, взорвалась именно батарея, но не из-за лития, а из-за того, что в нее был вмонтирован другой материал. Также эксперт добавил, что службы безопасности отрицают связь взрывов солнечных батарей и смартфонов, утверждая, что система солнечной энергии была уничтожена из-за взрыва устройства, которое было приведено в действие. Италия. Несколько районов и дорог оказались затопленными в четверг после проливных дождей, обрушившихся на итальянский регион Эмилия Романья. По данным местных СМИ, тысячи жителей были эвакуированы в безопасные места после сильных ливней. Школы были закрыты в провинциях Равена, Форле, Чезенна, Римине и в столичном городе Болонье из-за экстремальных погодных условий. В то же время железнодорожное сообщение было приостановлено в нескольких других провинциях. Пожарная служба страны заявила, что провела более 500 спасательных операций в Эмилии Романья, в том числе с использованием вертолетов. Метеорологическое агентство Италии обвинило циклон Борис в том, что он вызвал продолжительные дожди в регионе, добавив, что шторм движется на запад после того, как с четверга в Центральной Европе погибло не менее 21 человека. Сообщается, что по меньшей мере 7 человек погибли в Румынии, 6 в Польше, 5 в Австрии и 3 в Чехии. Кроме того, десятки тысяч семей остались без электричества и пресной воды. В Австрии, Румынии, Венгрии, Германии, Словакии и Чехии. Бельгия. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе в четверг заявила, что члены Европейского Союза готовятся к зиме вместе с Украиной, пообещав предоставить дополнительную сумму в размере около 160 миллионов евро. Это включает 60 миллионов евро в виде гуманитарной помощи, например, для строительства убежищ и обогревателей. А также около 100 миллионов евро на ремонтные работы и возобновляемые источники энергии. Фон дер Ляйен подчеркнула, что 100 миллионов евро поступили от выплат из доходов от замороженных российских активов в Евросоюзе. Фатих Бироль, исполнительный директор Международного энергетического агентства, заявил, что украинский энергетический кризис является одним из самых острых вопросов энергетической безопасности в современном мире. В конце июля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил серьезные последствия для энергетической инфраструктуры Украины и предупредил, что ближайшие месяцы будут решающими, поскольку Украина столкнется с возможной нехваткой энергии в зимний период. По прогнозам, вместо 18 гигаватт, необходимых для удовлетворения потребностей в холодные зимние дни, будет доступно только 12-13 гигаватт. Франция. В четверг на сессии в Страсбурге европейский парламент принял несколько резолюций, в том числе о помощи Украине со стороны стран-членов Евросоюза, о признании Дмунда Гонсалеса президентом Венесуэлы, а также резолюцию, касающуюся ухудшающегося положения женщин в Афганистане. Члены парламента хотят, чтобы европейские страны в резолюции сняли существующие ограничения, ограничивающие применение Украины и западного оружия. Также Евросоюз осуждает исключение женщин и девочек из общественной жизни Афганистана после недавнего провозглашения талибами и введения законов шариата. В резолюции о положении дел в Венесуэле говорится, что Евросоюз должен приложить все усилия, чтобы гарантировать вступление в должность Эдмунда Гонсалеса Урутии 10 января 2025 года. Германия. Тысячи работников детских садов провели в четверг акцию протеста под руководством нескольких местных профсоюзов перед зданием мэрии Берлина, требуя улучшения условий труда для специалистов. По данным СМИ, к акции протеста в этот четверг присоединились не менее двух тысяч человек. Также сообщается, что Сенат Германии изначально отказался вести переговоры с профсоюзами, поэтому на следующей неделе ожидаются новые забастовки. Новости России. Расширение международного сотрудничества будет способствовать устойчивому развитию и укреплению безопасности в мире, заявила третий секретарь МИДа Ирана Фарзанех Буниасад Азад на заседании Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге в четверг. Участник форума из Эфиопии Кабета Ассалафьо Амедин заявил, что усилия Адис-Абебы направлены на активное участие женщин в политике страны. Доля женщин в Палате представителей увеличилась до 41,5% в 2021 году с 38,8% в 2015 году. Эти меры на практике приводят к повышению вовлеченности женщин в политическую жизнь Эфиопии, подчеркнул гендиректор по вопросам инвалидности Министерства по делам женщин и социальным вопросам африканского государства. Также на Евразийском женском форуме вице-президент Уганды Джессика Роуз Эппель Алупа заявила, что ее страна планирует присоединиться к БРИКС. Алупа также отметила важность форума для поддержания интересов и роли женщин в государственном управлении. Африканские общины традиционно патриархальные, но на протяжении многих лет африканские сообщества вовлекали женщин, девушек и детей в процесс принятия решений и управления во всех сферах социально-экономических преобразований. Отметила участница форума. Четвертый Евразийский женский форум проходил в Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября. Это крупнейшая международная площадка для обсуждения роли женщин в современном обществе. Открытое заседание участниц женской двадцатки прошло в рамках Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге в четверг. Шерпа Российской Федерации в группе 20 Светлана Лукаш подчеркнула актуальность вопросов равенства, усиление роли и влияния женщин. Всеми международными организациями, всеми форумами признается, что главным ответом на этот вызов является, безусловно, расширение занятости, расширение участия женщин на рынках труда. Со своей стороны представительница Индии в женской двадцатке Санкт-Петербурге отметила, что женщинам в современном мире необходимо развиваться в области технологий. Женская группа 20. Официальное объединение G20, созданное в 2015 году по инициативе президента Турции Раджепа Тайпе Эрдогана для продвижения женских приоритетов во всех направлениях работы организации. Президент России Владимир Путин в четверг осмотрел образцы БПЛА и робототехнических комплексов в специальном технологическом центре в Санкт-Петербурге. СТЦ основан в 2001 году. На его базе производят уникальные БПЛА семейства Орлан, а также ведется разработка малых космических аппаратов. Также Путин осмотрел оборудование предприятия по производству беспилотников. На заседании военно-промышленной комиссии в Санкт-Петербурге президент заявил, что выпуск боевых беспилотников в Российской Федерации будет увеличен до 1,4 миллиона в текущем году. Путин подчеркнул, что российским вооруженным силам нужно полностью закрыть потребности в БПЛА. Басманный суд Москвы продлил арест бывшему заместителю министра обороны Российской Федерации Тимуру Иванову и предпринимателю Сергею Бородину до 23 декабря. 23 апреля в Следственном комитете РФ заявили, что Иванов задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, получение взятки в особо крупном размере. Бородину инкриминируют пособничество во взяточничестве. По данным следствия, политик, который курировал вопросы строительства и капитального ремонта ведомственных объектов, вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Сочинское географическое общество презентовало ранее неизвестную дачу советского лидера Иосифа Сталина в среду. С 1986 года здание памятник занимают члены географического общества. Однако два года назад они решили подробнее исследовать его историю. Все началось со старого дверного замка, датированного 1912 года. Историки выяснили, что печать на металле принадлежит мастеру, работавшему еще при Николае II. Специалисты запросили архивные фотографии у Федеральной службы охраны, благодаря которым доказали, что Сталин с близкими и друзьями отдыхал в этом доме. Также организаторы презентовали книгу Андрея Артамонова «История создания и функционирования загородных правительственных резиденций в Сочи», в которой собраны все факты пребывания вождя на даче. Кроме того, исследователи узнали, что на территории резиденции выращивали оливковые деревья, поэтому посетители презентации смогли вернуть частицу исторического облика дачного участка и посадить растения. Военный суд в Москве в среду арестовал до 15 ноября бывшего адвоката Эльмана Пашаева, обвиняемого по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Адвокат не стал давать комментарии. Во вторник в отношении Пашаева Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». По данным следствия, в феврале 2024 года Пашаев встретился с Алексеем Блиновским и убедил его, что якобы имеет возможность освободить его с женой Еленой Блиновской от уголовной ответственности по ранее возбужденному в отношении них уголовному делу за денежное вознаграждение. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского денежные средства в размере не менее 18,5 миллионов рублей и 300 тысяч долларов, около 27 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе СК. В 2023 году Пашаев заключил контракт с Минобороны России и стал командиром танка 5-й отдельной гвардейской танковой бригады, поэтому мера пресечения была избрана военным судом. 27 апреля 2023 года блогера Елену Блиновскую задержали в Смоленской области при попытке пересечь государственную границу. По версии следствия, обвиняемая использовала схему дробления бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 миллионов рублей. Изначально блогера отправили под домашний арест, однако впоследствии за нарушение установленных ограничений за Москворецкий суд Москвы изменил меру пресечения на содержание под стражей. Несколько раз в Блиновской продлевали срок ареста. Последнее заседание состоялось 14 августа в закрытом режиме. Савиловский суд Москвы снова продлил содержание Блиновской под стражей до 2 февраля 2025 года. 18 октября 2022 года Федеральная палата адвокатов Российской Федерации опубликовала информацию о прекращении статуса адвоката Пашаева. Новости нашего региона. В правительстве Воронежской области предложили подключить к опросам жителей общественную палату. На их основании делаются выводы и строятся предположения, влияющие на жизнь региона. Опросам общественного мнения, которые проводятся в регионе, в правительстве Воронежской области доверяют, как сказал губернатор Александр Гусев, в известной мере. Поэтому для того, чтобы получить более точный результат, к опросам предложено подключить общественную палату. Я предлагаю включить в эту работу еще общественную палату. Мы видели, что они сейчас достаточно активно занимаются взаимодействием с гражданами, с людьми. По тем вопросам, которые мы им поручаем, провести, скажем так, обследование или посмотреть на эффективность результатов работы в определенных направлениях. И они охватывают десятки тысяч человек. Они их опрашивают. Причем часто опрашивают очно. Не по телефону там задают вопросы, а опрашивают точно. И, конечно, это совершенно другая статистика может, и достоверность, вернее, этой статистики быть. Поэтому давайте подумаем, как вовлечь общественную палату в эти процессы. Результаты опросов общественного мнения помогают властям лучше понять то, что необходимо жителям Воронежской области. От социальных вопросов до благоустройства территорий. Избранный совсем недавно мэром Воронежа Сергей Петрен рассказал о том, что в интернете появился фейковый аккаунт, рассылающий сообщения от его имени. Как написал в своем телеграм-канале Сергей Петрен, его аккаунт не взломан. Злоумышленники создали фейковый с использованием имени городского главы и начали рассылать с него сообщения. Гражданам следует помнить, что основным способом защиты от мошенников является игнорирование звонков от неизвестных абонентов, а также постоянная бдительность. В случае же, если все-таки гражданину довелось стать жертвой мошенников, следует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. При этом необходимо сохранять все сведения о звонках, платежных реквизитах, которые используются при совершении преступления для восстановления детальной картины происшествия. А вот что делать, когда на экране смартфона при звонке через мессенджеры высвечивается фамилия начальника, не совсем понятно, ведь в этом случае срабатывает эффект доверия. За последние несколько дней жители Воронежской области после общения с мошенниками лишились более полутора десятков миллионов рублей. Аграрии Воронежской области получат финансовую поддержку от правительства России. Федеральные власти помогут сельхозпредприятиям, чьи посевы пострадали во время майских заморозков. Весна 2024 года надолго запомнится аграрием Воронежской области. Внезапные майские морозы уничтожили посевы на сотнях тысячах гектаров. Что-то удалось пересеять. А вот сады и ягодники понесли невосполнимые потери. Их придется создавать заново. Хочу сказать о нескольких решениях, которые должны помочь нашим аграриям. В этом году из-за весенних заморозков многие из них столкнулись с непредвиденными потерями своей продукции. И если зерновые были пересеяны, то сады и ягодники существенно пострадали. Особенно в средней полосе России, в Поволжье и в некоторых других субъектах. Президент поставил задачу оказать дополнительную поддержку таким сельхозпроизводителям. Всего из федерального бюджета Воронежской области будет выделено около 300 миллионов рублей. Деньги помогут высадить новые плодовые деревья и ягодные кустарники уже этой осенью. ГИБДД по Воронежской области провело профилактическое рейдовое мероприятие «Внимание, пешеходы». Подробности в сюжете. Перекресток на пересечении улицы Димитрова с Ленинским проспектом является одним из самых оживленных в Левобережном районе города. Ежедневно горожане и гости Воронежа пытаются пересечь его в неположенном месте. Для пресечения этого ГИБДД по Воронежской области провело рейд, направленный на соблюдение правил дорожного движения. На территории областного центра проходит профилактическое рейдовое мероприятие «Внимание, пешеход», в рамках которого сотрудники госавтоинспекции выявляют и пресекают административные правонарушения водителями автомототранспорта, которые не уступили дорогу пешеходам, переходящим в проезжую часть по пешеходному переходу, а также выявляют нарушения правил дорожного движения самими пешеходами. За 8 месяцев текущего года произошло 590 дорожных происшествий с пострадавшими. 30% происшествий связано с нарушением правил дорожного движения самими пешеходами. К сожалению, из-за данных нарушений ранения получили огромное количество людей, а 18 человек погибло. ГИБДД подчеркивает, что пешеход является частью дорожного движения, который тоже должен быть аккуратен на дороге. И так же, как и водитель, несет ответственность перед законом. За нарушение правил дорожного движения пешеходам предусмотрена административная ответственность частью 1 статьи 12.29 Кодекса об административных правонарушениях. Предусмотрен штраф в размере 500 рублей, либо административное предупреждение, если такое правонарушение совершено впервые. За нарушение правил дорожного движения водителям, который не уступил дорогу пешеходу, переходящему проезжую часть, по пешеходному переходу, ответственность предусмотрена статьей 12.18 Кодекса об административных правонарушениях. Правонарушение и штраф предусмотрен от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. За время рейда сотрудники ДПС провели беседы с водителями мототранспорта. Также были зафиксированы нарушения со стороны пешеходов, переходящих улицу в неположенном месте. Сотрудники продолжат и в дальнейшем проводить данные рейды. И еще раз напоминают гражданам о правилах перехода оживленных улиц. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, что соблюдение правил дорожного движения для всех участников дорожного движения, особенно для пешеходов, это залог их здоровья. Пешеход должен переходить в проезжую часть только по пешеходному переходу при его наличии в зоне видимости, предварительно убедившись в том, что участники дорожного движения его видят, автомобиль затормаживает. И переходить в проезжую часть только убедившись полностью в своей безопасности. В Воронеже приступили к капитальному ремонту памятника Славы. Работы должны завершиться уже в этом году. Последний раз ремонт памятника Славы проводили в 2011 году. И вот снова территория ограждена. Сейчас идет демонтаж гранитных плит. Некоторые из них, кстати, затем вернутся на свое место после реставрации. Документация проектная, по которой предполагается проведение работ, была разработана несколько лет назад уже. В связи с тем, что это объект культурного наследия, документацию разрабатывала организация, которая имеет лицензию Министерства культуры Российской Федерации. То есть у нас нет поводов сомневаться в качестве сметы непосредственно. Памятник Славы – это мемориальный комплекс на братской могиле номер 2. Здесь похоронены красноармейцы, погибшие во время боев за Воронеж в годы Великой Отечественной войны. Мемориал, возведенный по проекту скульптора Федора Сушкова, был открыт в 1967 году. Раньше предполагалось, что это будет задействован весь мемориальный комплекс. Сейчас входит скульптурная композиция, это там, где вечный огонь горит, соответственно. И справа могила генерала Лизюкова с воинами, которые там захоронены. Вот эти два основных объекта, которые будут отреставрированы. Ремонт запланирован до декабря, но городские власти надеются, что работа завершаться даже раньше. В российской суперлиге пройдут матчи девятого тура. «Факел» сыграет в Санкт-Петербурге с чемпионом страны «Зенитом». За все время команды из Воронежа и Санкт-Петербурга, в советское время Ленинграда, встречались 27 раз. Преимущество на стороне футболистов с берегов Невы. У них 17 побед. Кстати, в самой первой встрече, в 1961 году, сильнее был воронежский труд. Он забил два безответных мяча в ворота ленинградского адмиралтейца. В этом сезоне команды уже встречались. В северной столице «Факел» проиграл со счетом 0-3 в рамках группового этапа Кубка России по футболу. Итак, 21 сентября, Санкт-Петербург, «Факел» играет с «Зенитом». Это все на сегодня. Ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-94-06. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41-го канала. Смотрите «Воронеж. События. Факты» в телевизионном эфире и в кабельных сетях в 0 часов в 3, 7, 9, 12, 15, 19, 30 и 21, 00 по московскому времени. Также смотрите онлайн-трансляцию прямого эфира и подписывайтесь на наш YouTube-канал. А я с вами прощаюсь и в завершении выпуска о погоде в мире и Воронежской области. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok